Иссыкульские фермеры восстанавливают промышленное выращивание ягод. Компания Кумтор совместно с общественным фондом АВЭП запустила в области проект Карагат+. За три года планируется не только восстановить в регионе промышленные масштабы выращивания ягод и фруктов, но и создать устойчивый рынок сбыта. В том, что делает, рентабельно, убедился мой коллега Евгений Печурин. Название Карагат в переводе с кыргызского смородина для проекта выбрали не случайно. Обилие солнца и частые летние дожди сделали Иссыкуль идеальным местом для этой ягодной культуры. С начала года в регионе восстанавливают промышленные масштабы выращивания ягод. Ягоды являются наиболее, так скажем, экологически ориентированными культурами. Не требуют больше водных ресурсов, не требуют больше химикатов. И вот одна, как господин Дуглас Кирилл отметил, цель нашего совместного проекта именно защита экологии. Или окружающей среды. И путем распространения ягодных культур и вот именно наших подходов мы бы хотели привить вот эти чувства также местному населению. На поддержку плодово-ягодного проекта компания Кумтор выделяет 900 тысяч долларов. На эти деньги будут восстановлены питомники, для которых купят саженцы новых высокоурожайных сортов и построены современные хранилища. Отдельные организаторы обещают остановиться на обучении фермеров. Для них будут организованы серии тренингов по бизнес-планированию. В итоге за три года, по словам Максата Абдекапарова, будет налажена и запущена целая отрасль. Основными партнерами при закупке выступают большие перерабатывающие компании «Бишкейк» и перерабатывающие компании, которые находятся в Казахстане и в России. То есть цель проекта является при помощи местных администраций, местных органов самоуправления наладить надежные, профессиональные или качественные рынки сбыта, которые позволили местным фермерам своевременно и на должном уровне в плане доходов реализовать свою сельскохозяйственную продукцию. «Крогат» – один из наиболее крупных недавних проектов по развитию местных сообществ, реализуемых кумтором на Иссыкуле. Всего в этом году на поддержку социальных проектов компания намерена перечислить более 5 миллионов долларов. На что потратить эти деньги, иссыкульцы будут решать сами. Помочь принять верное решение призвана сеть молодежных банков, куда каждый желающий сможет обратиться со своими предложениями и идеями, как улучшить жизнь в его районе или поселке. «Развитие бизнеса, помощь фермерам, молодежи, экология, культура и экология – это должен быть один из вот такой. И если это больше трогать, тогда это даже лучше». Первый урожай и результаты проекта «Крогат» члены общественного фонда обещают представить уже в конце этого лета. 10 августа в Тонском районе пройдет первый в Кыргызстане фестиваль ягод. Евгений Печурин, Иван Чижиков, Пятый канал.